Тайп 59 Тайп 59 Тайп 59 В интернете Превью Видео И все как один ютюбер И особенно словно известные Говорят о том Что Тайп 59 Это легенда Блица Но я могу согласиться С этим Только в отношении того Что это легендарно старая машина Которая на сегодняшний день Ребят Абсолютно не играбельная Ничего интересного Нового Веселого И кайфового Обычному среднестатистическому Танкисту Не принесет Поэтому почему Все в одну глотку горланят По поводу того Что это легендарная машина Я, честно говоря, не совсем понимаю Второе, ребят, то что я не понял Но это, наверное, больше уже юморная придирка Это формирование цены Обратите внимание, 4500 Но снизится не до 4, а до 4100 То есть 100 золота Разработчики решили, что все-таки Очень важная часть Составляющая по цене на данную машину То же самое, обратите внимание, касается Т-54 первый образец 4600, а не 4500 И снизится до 4200 А не до 4000 Ну, короче говоря, такая себе коммерция, знаете, как в магазине 9999,99 копеек Короче говоря, это так Чисто ради юмора, я просто не понял этого прикола Потому что все остальные машины Дробятся в целом, как-то понятно Пропорционально Что касается Тайпа 59 Как я уже сказал, мое личное мнение На сегодняшний день это легенда только на словах Он ничего особо нового не приносит У него посредственная броня, как для тяжелого Господи, как для среднего танка Неплохо забронированная башня Если сравнивать с Т-54 образец 1 То, безусловно, броня получше будет Единственное, что чуть получше у Т-54 броня в корпусе А у Т-59 она немножечко похуже Но, ребят, я сравниваю данные две тачки По той причине, потому что они сейчас Обе находятся на продаже По плюс-минус одинаковой цене Как видите, разница в цене всего лишь в 100 золотых монет Ну и именно поэтому, в первую очередь Сравниваю эти две машины между собой На восьмом же уровне Средних танков у нас можно попкой жевать Я убрал отсюда барабанные машины И всякого рода какие-то машины Которые сейчас тестятся И оставил те тачки, которые обладают цикличными орудиями Но даже такое сравнение, согласитесь, будет ну прям совсем сложно Поэтому по большому счету Все равно сравнение с Т-54 как нельзя кстати Потому что они очень похожи по своим ТТХ Ну и я думаю, что имеет смысл убрать отсюда альфовые машины Которые закидывают ну прям чрезмерно большой альфу Как для средних танков Всякого рода химеры и подобные машины Которые действительно разрывают всех, кого не лень Своим прям завышенным уровнем урона Которые могут наносить за выстрел Все же остальные ребята Если их оставить в сравнительной таблице То обратите внимание Все равно по ДПМ лучше, чем наш герой Это с учетом того, что у нас досылатель стоит У нас 181 мм пробития Это действительно плюс-минус нормальный показатель В сравнении с Т-54 Который вообще на уровне плинтуса валяется Но если посмотреть опять-таки на всех конкурентов То вы обратите внимание Что есть только три машины Которые сугубо номинально хуже по пробитию 180 вместо 181 Именно поэтому я и говорю, что сугубо номинально По большому счету пробитие то же самое Что касается ребят Альфы 280 единиц Тоже можно сказать Не самый крутой показатель У нас есть Т-34-2 У нас есть Альт Про АМХ-30 У нас есть еще другие машины Которые приближены по Альфе Или допустим Т-44-100 Которые имеют тот же самый показатель по Альфе Короче говоря На сегодняшний день Type 59 Существенно уступает по ДПМ Практически всем машинам У себя на уровне Ну по крайней мере из цикличных Может там против барабанов Ему есть чем потягаться Ну а что касается других показателей То они тоже далеко не самые интересные И поверьте мне Ничего уникально нового По ощущениям в боях не приносят Что касается скорости Да, стоит отметить Что 56 вперед и 20 назад Это нормально Это комфортно Есть несколько ребят Которые обладают Подвижностью Получше Но их буквально там Считанные единицы Ну а что касается Тех которые уступают По подвижности То такие тоже встречаются Но в основном Танцуют все в районе 50-55 Есть ряд машин Которые имеют Подвижность похуже Допустим Опять таки Тот же самый Т-54 Но при этом Все он для меня Что тип 59 Что Т-54 Первый образец Играются практически Одинаково И лично для меня Не знаю почему Т-54 все таки Поприятнее будет Но возможно Это мое субъективное Что касается доходности Типа повышенная доходность Не 175 Не 170 А целых 179 Будем говорить 180 Да, действительно Эта доходность Лучше чем у многих Других машин На уровне Я бы сказал Что один из лучших фармеров Если не брать В учет Супер першинга Который всех за пояс Затыкает И О-47 Который крайне сложно играется И его повышенная доходность 180% Ну в принципе Никому не интересно Да и в целом Стоит отметить Что 180 И 179 Разница невелика Можно сказать Что они одинаковы И вот если Вдруг Прям совсем сравнивать Типа 59 И нашего товарища Ошку То О-47 Гораздо хуже Как фармер Потому что На Ошке Этот фарм Вообще Реализовать Крайне сложно Ну а что касается П-59 Тут будет Немножко попроще Для эстоводов Что касается Популярности Да я бы сказал Что машины Популярности Практически нет 188 игроков За последнее время Играли И вы видите Что есть Достаточное количество Машин Которые Гораздо Гораздо Популярнее Чем Наш сегодняшний Герой Что касается Процента По победам То типа Лучше чем У многих других Но согласитесь Существенно Ниже Чем у многих Самых интересных Машин на уровне Но я имею ввиду Самых популярных Машин на уровне Которые Среди эстэшек Пользуются Действительно Искренней популярностью Среди игроков Ну и соответственно Данный процент Это ни о чем Потому что там Процент по победам Будет гораздо лучше Та же самая Проджета Та же самая Химера Я понимаю Что это Барабан И альфовый цикл Но все таки Ребят Мы говорим О целесообразности Приобретения Среднего танка Конкретно На аукционе И я Этой целесообразности Не наблюдаю Кстати По поводу ценника Последний раз Я машину видел На продаже За 5,5 тысяч Золота Если вы видели Ниже цену Вот чисто в магазине Выставлялась машина Обязательно Напишите об этом В комментариях Но в любом случае Если отталкиваться От 5,5 То стартовая цена На Type 59 Она уже На косарь Меньше чем Типичная цена Но только там За 5,5 Был полный набор Вместе с внешним видом Вместе со всякими Там По моему Днями према Или x5 Ну короче говоря Что там дополнительно Насыпали Открытое все оборудование А здесь 4,5 За голую машину Все что можно было Обсудить По поводу данной тачки Где то в сравнительных Таблицах И в ангаре Мы в принципе Это сделали Единственное что Хочу показать вам ТТХ по орудию Непосредственно В самой игре С учетом того Что установлено Оборудование И амуниция То по орудию Здесь Ну совсем Все далеко не клево Практически 8,5 секунд Перезарядки Это ну прям Убожеское КД Для 8 уровня Для средних танков С учетом Альфы в 280 единиц Если бы было 350 Я бы понял За что я плачу 8,5 секунд Жизни в бою Когда пытаюсь выжить Что касается ДПМ А то соответственно Он у нас Абсолютно Хреновенький Уж простите меня За бедность речи Но по другому 2000 ДПМ А для средней машины На 8 уровне Ну сложно назвать Что касается Времени сведения Разброса Обязательно покажу В боях Есть бодрое Склонение орудия Вниз Минус 7 Плюс-минус Комфортно Но не идеально Пробитие 181 И зачастую Приходится Особенно против Каких-то тяжей Использовать Подкалиберные С пробитием Ну а теперь Давайте возьмем Нашу Типа В кавычках Говоря Легенду И попытаемся Заехать на ней В бой Руками Среднестатистического Игрока Ну что Поехали Попытаемся Потестить Первое Что стоит Отметить Это Подмежность Машины Она не срывается С места Никуда не летит Но в целом Она едет Упрямо И сказать Что прям Совсем уныло Нет Абсолютно Нормальный Типичный Стандартный Средний Танк Что касается Углов склонения Орудия То на вот таких Вот горках Отыгрывать От башни Я бы сказал В основном Комфортно Это Действительно Радует Потому что На Т-54 Первый образец Угол склонения Орудия Ну крайне Скуден И вот здесь На горке Я бы уже Не смог Нормально Выцеливать Кого-то Кто находится За этой горкой Что касается Точности Орудия Орудие Точностью Обладает И это Действительно Позитив Данной пушки Вы действительно Можете Вполне Спокойно На каких-то Средних И дальних Расстояниях Выцеливать Серые зоны У соперников Вы действительно Имеете возможность Попадать туда Куда вам нужно Будут конечно Какие-то Рандомные Промахи Но это Поверьте Не более чем Подкрутка От игры Для того Чтобы Дать вашим Соперникам Все-таки Хоть какие-то Шансы На то Чтобы не быть Пробитыми Так Поехали Я так понимаю Что экшен Попытается Зарваться Сейчас В бортину К нашим Не успел Я к нему Подъехать Жаль Но В любом случае Подъедем Четка поближе И попытаемся Тогда Отсюда С кормы Его немножко Поразбирать Едь сюда Где ты там Вертишься Крутишься Время сведения В целом Нормальное Да По цифре Оно Не радует Но Как я вам Часто говорю Не зацикливайтесь На тех цифрах Которые вы Видите в ТТХ По танчикам Изначально Где-то в игре Или в сравнительных Таблицах Очень часто Цифры не Совпадают Сугубо По ощущениям То есть Цифра может быть Допустим Большой Но при этом Чувствоваться в игре Абсолютно нормально И вы будете Абсолютно нормально Качественно Отыгрывать На той или иной Машине Ну а может быть Наоборот Может быть такое Что цифра Крайне сильно Вас порадует Но по факту Играется очень сложно Так Ну сейчас Понятное дело Что Экшен Меня ДПМом Своим давить будет Потому что там Время перезарядки Действительно Очень крутое Очень классное Так Ну давайте Попробуем Пободаться Не знаю Правда К чему это приведет Мое время перезарядки Существенно Существенно Дольше А урон Не настолько За выстрел Выше Чтобы можно было Противостоять Экшену С его просто Бешеным Бешеным Орудием Которое я лично Обожаю Именно за это орудие И Я всегда говорю Что экшен Икс Это Мастхэв В ангаре Любого Танкиста Особенно Начинающего Ну все Я отправился В ангар Не смог Ему нанести Урона Буквально Доли секунды Не хватило Для того Чтобы склонить Орудие Нормальное Выцелить Нижний Бронелист Экшена Но я больше Чем уверен Что это Победа Играется Танк Не очень Весело Ничего Крутого Ничего Классного Ничего Веселого Да Может быть Там на 10 боев Будет 2-3 Катки В которых Вы будете Истинно Набрасывать Большое Количество Урона Ну и По факту Получать Какое-то Большое Количество Позитивных Эмоций Поскольку Данный Бой Является Абсолютно Типичным Для Тайпа 59 Не приходится Я не буду Играть Еще Один Бой Просто Поверьте Мне на Слово Что это Типичный Геймплей Типичная Катка Для Данной Машины Что касается Нашей Результативности То как Видите 1700 Урона Да Можно Дотянуть Там 1000 До 2200 Но Все Таким С учетом Того Что ДПМ У него Прям Совсем Никакой То На Большие Результаты По Настрелу Можете Смело Не Рассчитывать Ну Крайне Долгое Время Перезарядки Ну Или Хотя Бо С Такой Перезарядкой Могли Бо Альфу Ему Апнуть Что Касается Доходности То За наши Результаты Мы Получаем С учетом Прем Аккаунта 50000 А без Према 27600 Ну Окей Пускай 28 Короче говоря Фармером Тоже Особо Не Назовешь Но Уж Сильно Надо Постараться Чтобы Хорошее Количество Серебра За бой Вывозить Потому Что Очень Надо Будет Стараться Набросать Достаточное Количество Урона При этом Все Мы Занимаем Жесткое Третье Место В нашей Команде Можно Было Бы Там Пускай На 400 Единиц Сделать Больше Если Бы Два Раза Я Нормально Попал В Экшена Но По сути Это Не особо Сильно На что Так Повлияло Пускай Мы Спорили С Йохом За Второе Место Вот И Все Результаты По Тайпу 59 Именно Поэтому Когда Стартовала Третья Волна Аукциона Я Высказывал Своё Субъективное Мнение По Поводу Качества И Стоимости Машин Которые Выставили На Продажу Я Говорил Что Тайп 59 Тайп 54 Первый Образец Это Машины Которые Навряд ли Будут Интересовать Игроков И Как Вы Видели На данный Момент По Популярности Они Самые Худшие Почему То Больше Разбирают Тайпа 59 Чем Т 54 Образец 1 Но Я думаю Что это Связано С тем Что Т 54 Образец 1 В своё Время Ребята Забрали На Предыдущих Аукционах Либо Они Забрали Из По Моему Был на Него То ли Ивент Комментариях Если Я Не Прав Не Претендую На Звание Самого Правильного Историка По Танкам Но Что-то Такое В голове У меня Бегло Ходит Так Вот Ребят Т 59 Однозначно Машина К Покупке Только В случае Если У вас Совсем Огромная Коллекция Машин Вам Не На Что Потратить Голду И За Самую Нижнюю Нижнюю Цену Которая Только Будет На Аукционе Имеет Смысл Взять Сугубо В коллекцию Просто Чтобы В ангаре Стояло Поверьте Часто Вы Эту Машину Катать Однозначно Не Будете На Восьмом Уровне Есть Огромное Количество Премиум Машин Среднего Типа Я имею Средние Танки Которые В первую Очередь Достойны Вашего Внимания И Принесут Вам В Вашу Игровую Та5 Дроп 1 Скорострельная Зараза Которая Разбирает Всех Кого Не Лень И Имеет Хорошую Броню В башне Тот же Самый СТГ Который Славится Просто Великолепным Временем Сведения Хотя Многие Ютюберы Его Хаят За то Что Это Совсем Никудышный СТ И он Малорезультативный Но я С ними Не согласен В этом Отношении Машина Действительно Интересная Мне Главное Допустим Как Игроку Чтобы я Получал Что-то Новое От каждого Боя И Тайп 59 Мне этого Предоставить Не может К сожалению Хотя Могут Предоставить Многие Другие Средние Машины Если Вы С мной Согласны Не Согласны Пишите Мнение В Комментариях Ставьте Лайки Ну а Если Вы За честность То Прямо Сейчас Подписывайтесь На Канал И Как Только Мы Соберем 20 тысяч Подписчиков Разыграем Премиумные Машины Среди Подписчиков И Зрителей Моего Канала Спасибо Вам Большое Мира Вам Друзья Мои И Обязательно Спокойствия Пока Пока